Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в студии Фёдор Шмыров, человек, который занимался много лет молодёжью в Краснодарском крае в церкви Ковчег, а также один из основателей домашних групп в Ковчеге. Расскажи, пожалуйста, с чего всё началось? Как ты понял, что необходимость проведения домашних групп? Приветствую всех, кто нас сейчас слышит, слушает. Да, я занимался с молодёжью, занимался не только в Ковчеге, но и по Краснодарскому краю. И, конечно, вопрос домашних общений для меня это был важный и необходимый. Почему? Потому что, читая деяния святых апостолов, мы все понимаем, что церковь была, ну какая, кто читает, была сильной. А каждый руководитель, каждый ответственный за служение, он хочет, чтобы его служение было сильное. И эта идея пришла, когда я занимался, был руководителем молодёжью в церкви Ковчег. И когда читая, постоянно читая, когда деяния апостолов, мне всегда была мысль, необходимо сделать так, чтобы молодёжь, начиная с молодёжи, конечно, вообще это важно и для всей церкви, чтобы молодёжь была на домашних общениях. И что интересно, они находили время на каждый день. Там написано «Веселье и простоте сердце». Вот. И для меня такой вопрос стал главным вопросом, потому что в тот момент у нас не было никаких домашних общений, только в церковь приходили. Ну, были какие-то там встречи, общения, день рождения, но именно домашние общения, когда человек может прийти и не только слушать, но и услышать. Многие, как я понимаю, из молодёжи, когда я общаюсь, думали всегда так. Ну, наверное, есть такие, кто сегодня думает, я же хожу в воскресенье утром на служение, в воскресенье вечером, молодёжное служение тоже в воскресенье, в пятницу у меня спевка, в среду у меня оркестр. А какая тогда же важность малой группы? Почему именно они должны ходить туда? Если они уже считают, что они достаточно посещают церковь на неделе? Я бы так назвал, чтобы не переросло в рутину духовную, вроде в служении, в служении, а времени нету для того, когда Бог говорит. Бог говорит не только, когда ты пришёл и слушаешь, что тебе Бог сказал, но Бог говорит через тебя. В домашней группе для меня важность я увидел, что в домашней группе начинается развитие сама личности, как христианин, отношения с Богом. То есть это, конечно, и в закрытой дверью, закрытой дверью с Библией, со Словом Божьим, в молитве – это важное. А домашнее общение, когда, я для себя так всегда, пример такой, когда огонь горит, он горит не из одного уголька, а из много угольков, да, и вот вытащив один, он начинает гаснуть. Но там, опять же, не один зажигает всех, а друг друга зажигает. Вот эти домашние общения – это то, когда я по себе это заметил, и у других даже спрашивал. Вот когда мы находимся в домашнем общении, ты замечал за собой такое, когда Господь через тебя проговаривает на домашнем общении? Да, мне кажется, домашние группы – одно из больших плюсов, чего, к сожалению, наверное, многие не видят, это то, что они очень маленькие. То есть там не так много людей, и можно с легкостью задать любой вопрос. Правильно так же получается у нас? Или у нас большие группы? У меня были разные группы, и по 45 человек. Я однажды посчитал так, 45 человек сидели аж на ступеньках. Ну, а было такое, что один человек пришел, но я все равно проводил домашнюю группу. Была такая непогода, и один все равно добрался. Я говорю, ты прошел сквозь терни и пришел сюда. И мы тоже неплохо пообщались. То есть Христос, он тоже показал пример, он всегда был в общении с учениками. Даже Иуда знал, что часто они собирались и общались. Общение, как Христос сказал, где двое или трое, он не сказал там 200-300 тысяч, где двое или трое собраны во имя Мое, там я посреди, то есть ощущение такое, когда, ну, ты не можешь сказать в Большой Церкви, ты просто слушаешь, у тебя появился вопрос, а ты не можешь его задать, потому что все-таки в большом обществе не каждый может задавать вопросы, а у людей вопросы есть. То есть это как не только ты питаешься, но и как-то делишься, и вот через это Господь начинает с тобой вести работу. Домашнее общение – это сильно. Я по себе это скажу, я давно начал, вот мне вообще говорили, вот уже задан был вопрос, что может кто-то не понимает это. Кто-то не попробовал, тот и не думает об этом, а кто уже был в этой обстановке. То есть лично для каждого, кто приходит, это важно. Я знаю, что у нас есть не только молодежные домашние группы, но также еще церковные. А как там проходит общение, этих домашних групп? В основном они похожи. Что в молодежи, основное что – это слово, пение, да, назидательствами себя, да, песнопениями духовными. Но бывает такое, когда человека выслушать надо. У нас есть такие, которые приходят, и вот он хочет рассказать, он хочет поделиться. А кому он поделится, тем более на работе там, или еще какие-то вопросами, которые касаются вот именно его духовного состояния. На домашнем общении. Иногда человеку хочется тоже поделиться. Это нормально. Почему? Потому что написано «Верующего в меня сделаю как?» Источником. Не только сосудом, куда заливаешь, заливаешь, но и источником воды, да? И вот эти домашние общения, они тоже то место, где человек может что-то сказать, чем-то поделиться. То есть больше получается личного общения между членами церкви, членами молодежи. Именно на домашних группах происходит у нас. А вот есть очень стеснительные люди. Вот как им прийти на эти группы? Как прийти? Сначала прийти. Не испугавшись, были такие, я приглашал. Говорю, приходите. Да я не, я в обществе не могу. Я говорю, ну в собрание ты приходишь? Да мне там вопросы будут задавать. Я говорю, ты пойми, там на тебя никто давить не будет. Ответь или там еще что-то скажи. Если у тебя появится, как этот вопрос, ты можешь сказать. То есть это, конечно, зависит от руководителя, чтобы не давил, потому что у всех разный характер. Это действительно стеснительный. Но он, что интересно, пришел. Пришел и первый раз, конечно, сидел, молча переживал, чтобы никто на него внимания не обратил. Но через какое-то время я заметил, что он уже не только вопросы задает, но он уже и отвечает. То есть там идет такое развитие, как мышление. Он начинает думать. Вот почему вот приходя в церковь, ну можно просидеть в церкви, быть в церкви. Или сидеть в церкви, да, но не быть вообще в контексте вообще собрания. Ты сидишь в церкви, а твой разум где-то там далеко-далеко от церкви. А вот на домашнем общении такое, такое может даже и не произойти. Потому что ты пришел, ты обязательно будешь вникать в то, что говорится, ты будешь думать об этом. Мыслить начинает человек, который посещает домашние группы, больше он духовно. У него вопросы возникают. И он хочет тоже беседовать. Если кто-то из наших зрителей сейчас хочет присоединиться к одной из групп, кому подойти им? Как найти эту группу? Как найти? Кто ищет, он найдет. То есть это где канал? Или нужно к пресс-фитеру подходить лично? Если он не знает вообще, кому подойти, вот к любому служителю он может подойти в церкви и спросить, где собираются верующие и домашние группы, где проходят. Ему каждый может сказать и объяснить. А сколько у нас сейчас групп? Сейчас было семь, сейчас я думаю, что больше. Но группы разные. Вот меня приглашали там на некоторые группы. Я так планировал прийти, думаю, там сейчас много будет народа. Но там было всего пять что ли человек. Но я благодарен Богу, что пять даже собираются. Это хорошо. Я всегда спрашиваю наших гостей. Если человек очень хочет послужить как-то в помощи или развитии домашних групп, как он может это сделать? Он имеет должен возможность. Возможность это место, где собираться. То есть дом или квартира это замечательно, да? Главное, чтобы было с вами. Если у него помещается десять человек в комнате, он уже может создать домашнюю группу. Я помню, когда я строил дом, для себя еще даже не было разговора ни о домашних группах, ни о чем. И для меня от Господа. То есть я место выделяю для домашнего общения, еще не начиная домашнее общение. То есть мне как-то Господь это положил на сердце, чтобы именно об этом подумать. Слава Богу. Я слышал за те группы, которые проходили у вас дома. Это была замечательная группа. Отзывы были просто великолепные. Слава Богу. Да, люди приходили и говорили, что они стали ближе к Богу. Поэтому для них стала возможность задать вопрос. Это не просто какой-то там фикцией, а стало реальностью. Они смогли это сделать и услышали ответ на свой вопрос. Если человек ходит в группу, но все же хочет найти себе душепопечителя, вот с кем-то, с кем можно поговорить откровенно? О своем прошлом или о своих каких-то нынешних проблемах. Как найти этого человека? Как понять, что этому человеку можно довериться? Вообще серьезный вопрос о душепопечении. Я, кстати, отучился на душепопечителя. Во-первых, я всегда говорил, когда ко мне люди подходили с какими-то вопросами, потому что бывает такое, что человеку что-то гнетет, и он хочет поделиться, чтобы он как-то понял его ситуацию и выход показать. И у меня первый вопрос всегда такой был. Почему ты ко мне подошел? Вопрос такой. Ну вот, я хочу поделиться. И второй вопрос. Ты спрашивал у Бога, кому подходить? То есть мое такое пожелание для тех, которые хотят поделиться или найти душепопечителя, просить у Бога, чтобы Господь послал этого человека, чтобы это было согласовано не то, что ты хочешь вылить ему там свою тяжесть, и потом другой не готов принять эту тяжесть, и просто не будет результата. Но когда ты попросил у Бога, так одни человека ко мне подошел. Он говорит, мне Бог открыл, чтобы я подошел именно лично к тебе. И я увидел, что действительно Господь здесь производит вот наше такое душепопечение, потому что результат был, мы решили вопрос, если просто поговорить, то можно с кем угодно поговорить, но, конечно, в первую очередь, кому ты доверяешь. Ты точно знаешь, что этот человек, он выслушает тебя раз, он как-то постарается помочь тебе, то есть тогда ты можешь подходить к любому, в принципе, служителю, даже не служителю, а другу, который просто услышит тебя. И Бог может тебе через него проговорить. Самое главное, чтобы молитвенно к этому подходить, а не так, что у тебя тяжесть какая-то, ты хочешь облегчить свою ношу и передать кому-то. То есть, чтобы подход был именно вот Господь. Дай мне того человека, с которым я мог бы поговорить. Спасибо тебе большое за твое время. Я очень рад, что ты смог прийти к нам в студию. Дорогие друзья, присоединяйтесь к домашним группам. Это очень важно, чтобы вы имели общение с друг с другом, смогли задавать вопросы, чтобы получить интересующий вас ответ. Если у вас есть нужда или проблема, не стесняйтесь, молитесь об этом и ищите того человека, которому вы можете открыться. Поверьте мне, такие люди у нас в церкви есть.